Всем привет, с вами канал Футбол Лайв и это свежий выпуск футбольных новостей. Вестхэм купил Саммервилла у Лидса за 25 миллионов фунтов. Вингер был признан лучшим игроком чемпионшипа прошедшего сезона. Штаб Флика внедрил криотерапию в программу тренировок Барсы. Ливандовский, Рафиня, Кристенсен и другие игроки проводят несколько минут в джакузи с ледяной водой. Атлетику предлагает 47 плюс 12 миллионов фунтов за Альвареса. Мансити хочет 70 плюс 20. Мадридцы настроены пессимистично. Манчестер Сити может прийти за Артетой, когда Гвардиола уйдет, но Микель откажет. Голас о тренере Арсенала. Фулхэм подписал защитника Вильяреала Куэнку за 7 миллионов евро. Контракт по схеме 4 плюс 1. Лангле все же уйдет из Барсы летом. Клуб не хочет платить защитнику 20 миллионов евро за сезон. Жирона и Валенсия хотят арендовать Сарагоссу. Хавбек готов уйти из Баварии ради игровой практики. Реал интересуется Лапортом, но не хочет платить Аль Насру. Защитник желает перейти в Мадрид и согласен на снижение зарплаты. Арсенал хочет за Ангетия 35 миллионов евро и процент с перепродажи. Канониры отклонили предложение Марселя в 27 миллионов. Барусия рассматривает Байера и Шика в качестве замены Фюлькрогу. Форвард Хоффенхайма основной кандидат. Паук заявили, что не интересуется Джики и Антоном Миранчуком. Барусия может отдать 19-летнему Мукоку в аренду Марселю с правом выкупа. Ювентус повысил предложение по кампейнерсу до 50 миллионов евро и 7 миллионов в виде бонусов. Бенфика не готова заплатить 60 миллионов евро за Феликса. Останвилла наиболее вероятный вариант для вингера Атлетико. Атлетико объявил о трансфере Ле Нормана. Контракт с чемпионом Европы на 5 лет. Барусия арендовала Коуто у Мансити с правом выкупа за 25 миллионов евро, который может стать обязательным. Защитник играл в Жироне в прошлом сезоне. Вестхэм бесплатно подпишет Гиду Родригеса, игравшего 5 сезонов в Бетисе. Хавбеком интересовалась Барса. Эдерсон не перейдет в Аль-Итихат. Саудовцы за 11 миллионов евро покупают Райковича у Мальорки. Как мы уже сообщали, Серджо Роберто решил покинуть Барсу и одним из возможных направлений для него может оказаться итальянский чемпионат. Игроком интересуются два римских клуба Рома и Лацио. В Барселоне верят, что смогут приобрести Ника Уильямса этим летом. Ситуацию упрощает тот факт, что из гонки выпал Парис Сен-Жермен. Лондонский Арсенал также положил глаз на нападающего Манчестер Сити. По информации от Дели Миррор, канониры хотели бы пополнить свои ряды Хулианом Альваресом, который хочет покинуть Этихат в это трансферное окно. Арсенал в курсе, что Манн-Сити требует за Альвареса в районе 90 миллионов евро без учета бонусов. Канониры пока не предпринимали конкретных действий, но все может измениться в ближайшее время. Альварес успел провести в английской премьер-лиге два сезона, в которых отметился 20 забитыми голами. Аргентинский нападающий интересен и другому лондонскому клубу Челси, который тоже ищет нового форварда. Атакующий полузащитник Барселоны Феррон Торрес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщается на страницах портала Toda Fitch ES, в услугах 24-летнего испанского вингера заинтересован лондонский Челси. Трансферная стоимость Феррона оценивается в 30 миллионов евро. А срок действующего трудового соглашения между игроком и синегранатовыми рассчитан до конца июня 2027 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 29 поединках за Барселону. Торрес отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Милан и Рома могут устроить обмен нападающими. По информации от Футбол Италии, Рассанери очень хотят заполучить Тэми Абрахама. Если верить источнику команду, Паулу Фанцеки ради этого готова отдать Джелароси своего форварда Нуа Акафора, который не очень убедительно провел дебютную кампанию на Сан-Сира. Напомним, Абрахам присоединился кроме лета 2022 года из лондонского Челси за 40 миллионов евро. Большую часть прошлого сезона форвард пропустил из-за травмы крестообразных связок Калина. В настоящий момент Абрахам также привлекает внимание со стороны клубов из английской премьер-лиги. Атакующий полузащитник мадридского Реала Орда Гюллер удивляет свой клуб. 19-летний футболист не слишком удачно провел дебютный сезон в Испании из-за проблем с травмами, однако в новой кампании, судя по всему, готов раскрыться по-новому. Как отмечает журналист Хорхи Пикон, в Реале поражены игровыми способностями турецкого мандеркинда, а также впечатлены его физической формы после возвращения из отпуска. Орда Гюллер был приобретен королевским клубом прошлым летом из Венербахче. На счету игрока 6 запитых мячей в 12 поединках за сливочных во всех турнирах прошедшей кампании. Центральный защитник Барселоны Рональд Арауха по-прежнему не дал ответа на предложение клуба по новому контракту. Руководство Синегранатовых предложило Уругвайцу подписать обновленный договор еще в январе, однако реакции не последовало. По информации из Форт, ситуация не изменилась по сей день. Барселона все же ждет обратной связи от 25-летнего игрока. Отметим, что центрбэка не устраивает финансовые условия, на которых настаивает клуб. Текущее соглашение Арауха рассчитано до середины 2026-го. В зимнее трансферное окно подписать футболиста пыталась Бавария. Каталонский грант ответил мюнхенцам категорическим отказом. Парис Сен-Жермен не сдается в борьбе за атакующего полузащитника Рене Дезире Дуэ. Вместе с парижским грантом на 19-летнего игрока претендует Бавария. Француз отдает предпочтение варианту с переездом в Мюнхен, однако в ПСЖ не теряют надежду на успех в переговорах с восходящей звездой. Согласно сведениям Джамел, руководство чемпионов Франции считает Дуэ своей приоритетной трансферной целью. В сделке заинтересован лично президент клуба Нассер Алхелаифи. Портал Трансфер Март оценивает стоимость Дуэ в 30 миллионов евро, однако Рен запрашивает за футболиста значительно больше. Норвежский нападающий Александр Серлот перебрался из Вильериала в Атлетику Мадрид. Об этом сообщает пресс-служба матрасников. 28-летний футболист подписал трудовой договор с Атлетику до лета 2028. По данным СМИ, сумма сделки составила 32 миллиона евро. Серлот выступал за Вильериал с июля 2023. За это время он появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 26 мячей и записал в свой актив 6 результативных передач. Любопытно, что уже в первом туре Ла Лиги 15 августа Атлетику сыграет на выезде с Вильериалом. Тоттенхем не претендует на вингера Ювентуса Федерико Кьезо. Туринцы готовы продать 26-летнего игрока этим летом, поскольку его контракт истекает через год. А переговоры по новому соглашению к успеху не привели. Интерес к итальянцу приписывался ряду клубов английской премьер-лиги, включая Тоттенхем. Однако, шпуры, похоже, не участвуют в гонке. По сообщениям Футбол Инсайдер, лондонцы не планируют трансфер, несмотря на слухи. В числе претендентов на Кьезо также фигурировали Арсенал, Миланский Интер, Наполи, Рома и Бешектаж. Эксперты Трансфермарт оценивают стоимость футболиста Ювентуса в 35 миллионов евро. Тоттенхем проявляет интерес к нападающему Доминику Саланке из Борнмута. При этом пока сложно сказать, имеет ли такой трансфер право на жизнь этим летом. Вишни не хотят отпускать Саланке, а шпуры вряд ли подтянут опцию его выкупа. Речь идет о сумме в 65 миллионов фунтов, это около 76 миллионов евро. В прошлом сезоне Доминик провел в Премьер-лиге 38 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи на партнеров. В сентябре нападающий отметит свой 27-й день рождения. Смотр это были все актуальные и свежие новости к этому часу.